Вечер догорает. Эта картина так мила и дорога сердцу Василия Акинина. По словам художника, над ней пришлось хорошенько поработать. В процессе создания приходилось убирать некоторые детали. Например, табун лошадей. Он слишком оживлял полотно, а автору хотелось изобразить одиночество. А вот кое-что на картине пришлось, как говорится, довести до ума. И конце концов, я буквально перед тем, как перед выставкой, ну, наверное, за месяц я исправил эту луну. Луна была правильная, ну, такого цвета яичницы, как она должна быть. Но она не сочеталась. Потом до меня дошло, что нужно вот эту розовость на нее нанести. На выставке «Между солнцем и туманами» представили 70 работ. Это лирические и эпические пейзажи, воспевающие крестьянский быт, красоту русской природы и городских улиц. Вы видите, что у него совершенно уникальная палитра. Василий Иванович ни с кем нельзя перепутать. И всегда на каждой работе есть жизнь. Казалось бы, просто пейзаж, но вы обязательно увидите маленькую уточку или чайку. Вы видите город, обязательно какая-то фигура, которая в диалоге с другой фигурой. Это художник атмосферный. Певец города, певец природы, певец самых настоящих и искренних чувств. Поездки в родную деревню, памятники архитектуры и хорошая литература. На создание работ Василия Акинина вдохновляет буквально все. А то, что особенно впечатлило, художник запоминает и пытается отразить в своих работах. Не всегда есть вдохновение. Однако это не помеха для творческого процесса. Главное – взять в руки кисти, краски и начать творить. Из всех картин, представленных здесь, только вот «Иверская обитель» – это реальный пейзаж Самары. И вот на примере этой картины можно увидеть, насколько точным является у художника глазомер, чувство пропорции, чувство цвета. Какое-то настоящее тепло, тепло прошлых времен, до меня 50-х, 60-х годов, которые я очень люблю и в эстетике, и в какой-то душевности особенной. Экспозиция продолжит свою работу до 4 февраля следующего года. Ксения Баканова, Григорий Плешаков. События.